Девятый сезон национальной премии ТОП-5 АВТО вышел на финишную прямую. Путем голосования члены жюри определили новинки прошлого года, достойные занять места в шорт-листах. Из 72 моделей, оказавшихся в длинных листах, в финал прошли 29. Да, в этот раз номинантов на этапе отбора было меньше. Год выдался небогатым на премьеры. Все-таки чуть меньше было номинантов. Даже не стоит объяснять подробно почему. Потому что это машины, которые у нас выходили в 2020 году. Все, можно больше ничего не объяснять. Их действительно было немножко меньше. Но, к счастью, не принципиально. Все, наверное, помнят прогнозы прошлого года. Нам обещали рынок там сейчас на сколько. Но в итоге 10% получили. Тем не менее, это сказалось определенным образом. Впереди два больших тест-драйва. Если раньше члены жюри собирались только один раз, чтобы прокатиться на автомобилях из шорт-листа по скоростной трассе, то теперь их ждут еще и внедорожные испытания на закрытом полигоне в Подмосковье. Это главное новшество премии ТОП-5 авто текущего сезона. Надеемся, что в марте пройдет тест-драйв такой, можно назвать его снежный, на новой дороге, для нас новой трассе. Это площадка, которая сейчас есть в районе Ново-Рижского шоссе. Это 80 метров от Москвы. Жюри предстоит выбрать лучшие модели в шести категориях. Компактный городской автомобиль, большой и представительский городской автомобиль, компактный кроссовер, внедорожник и автомобиль повышенной проходимости. Большой кроссовер или внедорожник, легкий коммерческий автомобиль или пикап, а также спортивный автомобиль. Во всех номинациях по пять претендентов. И лишь в последней четыре. Результаты. Это конец мая. У нас традиционно это 25 число, там плюс-минус один день. Такой последний звонок для автомобильного, как раз вот для автомобильного, для автомобильной премии, для национальной премии. Это, наверное, очень хорошая дата, как раз перед тем, как всем отправиться в путь, уже подскажем, путь летом, да, вот пускай, на чем ехать. Так что да, это будет конец мая. Я очень надеюсь, что в этом году ничего нам не помешает. Помимо перечисленных номинаций, предусмотрено еще три. Лучший пиар-департамент автопроизводителя, автоперсона года и, самое главное, автомобиль года. На победу в общем зачете претендуют модели, которые наберут наибольшее количество голосов в своих категориях. Напомним, что в прошлом году, когда номинация только появилась, звание автомобиля года получил Porsche Taycan. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова